Здравствуйте! Это главные новости в студии Сергея Кравцова. Смотрите в нашем выпуске. Практически закончили завершение формирования дороги в грунте. Финишная прямая. Уже через месяц строительство второй очереди Раздольной будет завершено. Движение – это жизнь, как говорится правильно. Я люблю это движение. Дорога длиной в жизни. Сотрудники автотранспортной отрасли принимают поздравления с профессиональным днем. Создать условия для его сохранения и дальнейшего развития. Под крыло старшего брата музей Иллинского дома культуры станет филиалом областного краеведческого. Обаяние, очарование, умение красиво улыбаться, красиво держать себя. Грядущая коронация. После двухлетнего перерыва в Орле вновь стартует городской конкурс красоты. Уже через месяц Орел сможет вздохнуть с облегчением. Движение теперь уже на всей улице Раздольной откроют. Работы на главном дорожном объекте областной столицы планируют завершить с опережением графика. Наталья Пехтерева подробнее. Техника и люди здесь работают в режиме нон-стоп. Запуск второй очереди дороги дублера Московского шоссе запланирован на ноябрь. Хотя в контракте значится лето будущего года. Мы уже долго ее ждали, эту дорогу. Построят нам красивую дорогу. Вот будет транспорт у нас здесь ездить. Практически закончили завершение формирования дороги в грунте. Как вы видите, я наблюдаю в интерактивном режиме. Это действительно момент сегодняшней стройки на Раздольной. Здесь заканчивается засыпка водопропускной трубы. Как видите, мы уже закончили выемку грунта. Здесь уже мы закончили, соединили, как бы с двух сторон мы шли экскаваторами, соединили дорогу в полном объеме. Нам остался только участок по переустройству, те по централи. Строительство этого объекта находится под личным контролем губернатора Вадима Потомского. Я практически ежедневно докладываю губернатору о данном вопросе. Вадим Владимирович только сегодня нас собирал. Это знаковый вопрос. Он очередной раз мне задавал вопросы, я ему давал пояснения. Он сам выезжал, причем он выезжает на данный объект, не предупреждая ни меня, ни строителей. Мы только приветствуем такой контроль со стороны руководителя области. Напомним, в середине лета этого года состоялся открытый аукцион на определение подрядчика. А уже в сентябре победитель конкурса предприятие Дорожная служба укладывал первый асфальт, одновременно ведя работы совместно с городскими службами на нескольких участках. Кстати, во время строительства выяснилось далеко не все сети, сделанные по проекту, что создало определенные сложности. Здесь, на этом объекте, были сплошные лабиринты, скажем так, из этих сетей. Сейчас мы вынесли все согласно проекту, хотя некоторые изменения были все-таки внесены в проект из-за несоответствия того, что у нас реально вышло из земли. Строители заверяют, новая дорога по качеству не уступит лучшим европейским объектам. Здесь используются современные материалы, в том числе более долговечный щебеночно-мастичный асфальт. Очень крепкое основание будет. Водоотведение из поддорожного полотна, дренажи, это помимо ливневок, дренажи именно из дорожной одежды будут собирать всю влагу. Заменили черный щебень на крупное зерно, то бишь это уже асфальт, полноценный асфальт, пористый. И это дополнительно укрепило именно дорожное покрытие. По словам Михаила Парнишвили, асфальт можно укладывать даже в холода с применением противоморозных добавок. Предельно допустимая температура минус 15. Единственная преграда – осадки. Работы по благоустройству продолжатся на объекте и в будущем году. В Орле чествовали тех, чья работа связана с транспортом. Имена лучших в последний день рабочей недели назвали в администрации региона. От имени губернатора работников автотранспортной отрасли поздравил заместитель председателя правительства Александр Барташов. Сегодня доля перевозок автомобильного транспорта ежегодно растет. Само количество автомобильного транспорта растет. Нагрузки на дорогах у нас растут. Есть проблемные вопросы, которые мы с вами будем решать. Пожелать безаварийной работы, удачи. Если чем-то мы можем помочь администрации области, мы будем стараться со своей стороны всемирно вам помогать. На сегодняшний день продолжается обновление парка общественного транспорта. В частности, ПТП-1 совсем недавно получил новые автобусы. Совместно с администрацией области городская администрация приобрела нам два новых автобуса МАЗа комфортно. На администрации города уже объявлен конкурс на приобретение еще двух новых автобусов. За профессиональные заслуги лучшим из лучших представителям сферы вручили награды благодарности и почетной грамоты губернатора. Работать на благо общества – это своего рода тоже почет. Движение – это жизнь, как говорится правильно. И вот я люблю это движение. Водителям хорошей дороги, хороших покрытий на этой дороге. Всего в этот день награды получили свыше 30 человек. С днем автомобилиста это поздравление звучало и в мэрии Орла. Исполняющий обязанности главы администрации Андрей Усиков и мэр Василий Новиков вручили награды транспортникам за добросовестный труд. Мой отец тоже был автомобилистом, и это наш был всегда семейный праздник. Поэтому от всей души примите самые искренние поздравления с этим замечательным профессиональным праздником. Удачи, ни гвоздя, ни жезла на дорогах, поменьше всяких ЧП, чтобы родные дожидались всегда вас домой. Желаю вам прекрасного настроения, успехов в вашем труде, хорошего настроения нашим жителям в городе. И поздравить вас и ваши семьи с этим праздником и пожелать вам удачи и благополучия. Одной из управляющих компаний Орла ждут большие перемены в работе. Повысить качество предоставляемых услуг и реагировать на жалобы орловчан еще оперативнее. Такую задачу поставил руководство первой городской управляющей компании. Как дождать кардинальных изменений и как они коснутся самих орловчан, узнала Виктория Юркова. Сегодня первая городская управляющая компания обслуживает свыше тысячи многоквартирных домов. После завершения лицензирования весной этого года в организации решили стать еще лучше. Мы ждем именно предложения таких, те точки экономических показателей, которые должны быть одновременно связаны с человеческим ресурсом, то есть с исполнителями и материальными. Сложная задача, сложная экономическая организационная. Но для того у нас есть ученые мужи, которые бы нам дали, как говорится, сферу, а мы посмотрели, где какие самые, самые, как говорится, существенные параметры. Что именно следует улучшить? Предложений в первой городской ждут от ученых умов президентской академии. Этому вузу управляющая компания заказала целое исследование. Самый крупный игрок на этом рынке – это первая управляющая компания города Орла. Мы заключили договор с ними на предмет изучения, в общем-то, оптимизации структуры управляющей компании и тех жилищно-коммунальных структур, которые там есть. Смотрим экономику этих структур и наши ученые, в общем-то, предлагают свой вариант оптимизации расходов, которые управляющая компания тратит на свое содержание. Что же до самих орловчан, то расходы управляющей компании на себя им не так интересны. Гораздо важнее другое. Порядок, чтобы была чистота. Чтобы не драть. Понимание людей, забота о людях. И тарифы, чтобы не такие жесткие были. Когда произойдут реформы в работе и структуре первой городской управляющей компании? К чему они приведут и как именно скажутся на самих получателях ЖКХ-услуги? Это станет известно уже в ближайшем будущем. Своё исследование, профессорский состав РАНХИКС, должны закончить к концу 2015 года. Виктория Юркова, Владимир Ноздрачев, Эдуард Чернаускас. Телеканал Первый областной. В понедельник, 26 октября, с 6 до 20 часов, без горячей воды и тепла останутся жители ряда домов Северного района. Об этом сообщают в теплосетевой компании. Отключения пройдут в многоквартирных домах по улице Раздольный, Металлургов, Разевича, Белевича. Связано это с работами по замене теплотрассы. Один человек погиб, двое пострадали, в том числе малолетний ребёнок. Таков печальный итог аварии в Орловском районе. ДТП произошло в пятницу около полудня на трассе М2 Крым в районе 384-го километра. По предварительной информации инспекторов, водитель 99-й, следовавший в направлении Курска, выехал на встречную полосу. Этот манёвр стал для мужчины роковым. На пути ему встретился автомобиль «Хёндай». В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-219-99» погиб на месте ДТП. Водитель автомобиля «Хёндай», женщина, получила телесные повреждения, и её малолетний ребёнок, который находился в детском держащем устройстве. По данным факту будут решаться вопросы о возбуждении уголовного отдела. Собрав урожай, учёные плодово-ягодной станции активно взялись за научные труды. Помимо опытов, работ над диссертациями, институт в этом году вновь поборется за получение губернаторского гранта. В стенах Всероссийского института не только берегут и создают новые сорта даров природы, но и хранят опыт поколений. Учреждение в этом году отметило своё 170-летие. Ксения Туркова продолжит. Закончив сезон экспериментов в садах, учёные плодовки направили силы и научные идеи на работу в лабораториях. Нельзя не отвлекаться ни на что, нужно полностью погружаться в работу. Опытная станция в этом году отметила своё 170-летие. Сейчас здесь трудится около 200 специалистов. Немалый вклад в развитие вносят и молодые учёные. Мы работаем с гибельными семьями по устойчивости, на наличие, отсутствие устойчивости к очень опасному вредителю, учёной с младеной почковым клещом. Научные труды и результаты исследований специалистов института уже не раз отмечались наградами и губернаторскими грантами. В этом году институт вновь подал заявку на его получение. Благодаря подобному финансовому поощрению в 5 миллионов в институте уже удалось обновить оборудование, благодаря которому работа по получению новых сортов ускоряется. Триплоидные сорта, которые обладают более регулярным плодоношением, такие сорта яблони, плоды лучших товарных качеств, более высоковитаминные. Опыт старших передаётся как в семье, по наследству. Действующий совет молодых учёных представляет более 15 специалистов. Это уже те люди, которые в какой-то промежуток времени у нас работают. Но учёные совет посещают не только члены совета, но и все молодые аспиранты, специалисты, которые приходят работать, учиться в наш институт. Своим опытом специалисты научно-исследовательского института плодово-ягодных культур делятся не только в пределах нашей необъятной, но и с европейскими коллегами. Таким простором для природных опытов и их результатом заморские учёные по-доброму завидуют. Наш институт является участником таких международных проектов, как Fruit Breedomics и WinQuest. WinQuest касается анализа поражаемости паршой в различных климатических зонах. Сильной стороной наших исследований, если можно так сказать, это является богатый растительный материал. Последние несколько лет институт активно занимается обновлением своих природных богатств. Каждый новый экспериментальный сад – это площадка более 15 гектаров. Первый урожай с молодых деревьев ждут уже в следующем году. Ксения Туркова, Антон Яковлев, Телеканал Первый областной. Замок на дом культуры и музей в селе Ильинское Хатынецкого района не повесят. А постигать мир искусства местным никто не запретит. Изменится лишь название учреждения. О том, как развивается и будет развиваться культура в Орловской глубинке, расскажем далее. Ильинские древности хранятся здесь. Экспонаты музея собирали по крупицам, рассказывают сотрудники. Теперь это большая гордость. Такой коллекции старинных монет церковной утвари нет, пожалуй, ни в одном районе. Самобытность – это редко где осталось в Орловской области. Так что мы гордимся и развиваем нашу культуру, наш музей, содержим дома культуры. Сценарий праздника юбилей литературного музея написали за год до праздника. В 2016-м – 20-летие. Подготовка в самом разгаре. К примеру, здание расширили пристройкой. Внутри уже соорудили русскую печь. В помощь – выигранный грант на 100 тысяч рублей. И не только. Нам помог национальный парк. Скрутили бревна сделали и сруб скрутили. Ребята наши его сделали, установили. Когда-то сам Калиников приезжал в ДК, музицировал на все село, вспоминают местные. Дело его не забыто. Ни хватка кадров – ни помеха. В Ильинском доме культуры работают 16 кружков. В восьми клубных формированиях занимаются более сотни местных ребятишек. Легендой Ильинского дома культуры является фольклорный ансамбль «Калиновый садок». Начал он свой творческий путь в 1992 году. Первой песни исполнил вот на этой, кстати, недавно обновленной сцене. В 2013 году отправился на всероссийский конкурс в город Тверь, где был удостоен диплома третьей степени. Наград будет еще множество, уверен руководство ДК. Несмотря на финансовые проблемы. Держать на балансе учреждение «Ноша» для сельской администрации непосильное. В правительстве региона предложили выход. Музей дома культуры сделать филиалом Крыевеческого музея области. Таким образом, все-таки создать условия для его сохранения и дальнейшего развития. Там люди очень широко известные и на самом деле очень думающие о своем крае. В Крыевеческом музее такие перемены одобряют. Редкие экспонаты и ценных сотрудников обещают сохранить. Если будет реализовываться вариант его какой-то реорганизации с нашим участием, мы приложим все усилия для сохранения, прежде всего, уникального опыта музейного коллектива и сохранения, конечно же, фондовых коллекций. Сергей Кравцов, Эдуард Чернауско, телеканал «Первый областной». После двухлетнего перерыва в Орле вновь выберут мисс. Организаторы надеются, что конкурс красоты опять станет популярным и молодые орловчанки будут бороться за корону. Пока же прошел только первый кастинг. Претенденток названия «Самый-самый» оценил Андрей Деркач. Красота спасет мир, уверены все девушки, пришедшие на кастинг «Мисс Орел-2015». Попробовать свои силы в роли супермоделей пришли 27 орловчанок. Это при том, что предварительных заявок на участие в кастинге не требовалось. Обаяние, очарование, умение красиво улыбаться, красиво держать себя, постановка спины, красивая походка. Ну и возраст, возрастные ограничения есть от 16 до 23 лет и рост от 170 сантиметров и выше. Среди желающих были как опытные девушки, которым удалось уже несколько раз принять участие в конкурсах подобного рода, так и те, кто переборов страх и волнение впервые, решили доказать всем, что именно они в будущем достойны представлять «Орел» на всероссийском уровне. Когда училась в школе, принимала участие в областном конкурсе «Миссерный район-2011». В этом году я принимала участие в «Российской красавице», да, вышла в финал. В этом году в классической программе «Мисс Орел» появились изменения. По словам организаторов, для раскрытия потенциала девушек достаточно будет дефиле и постановок. Мы посмотрели, кто к нам пришел. На данный момент жюри совещается и отбирает девушек, которые будут участвовать в финале конкурса. Финальный кастинг пройдет 5 ноября. Посовещавшись, члены жюри подвели итог вечера, отобрав 16 претенденток на финальный кастинг. В свою очередь участницы готовы к борьбе и ждут от конкурса честности. Но прежде их ожидают мастер-классы, тренировки и кропотливая работа над собой. Андрей Деркач, Эдуард Чернаускас, телеканал Первый областной. На этом у нас все новости и интересную информацию. Сообщайте нам по телефону 76 10 28. А также пишите на наш сайт obladin.ru. С вами был Сергей Кравцов. Всего доброго и приятных вам выходных. Ах, вернисаж, ах, вернисаж. Вернисаж. Уютное кафе на 100 человек с вип-кабинами. Комфортный банкетный зал на 30 мест, роскошный зал торжеств и огромный бильярдный зал. Живая музыка и караоке. Комсомольская 265. Телефон 77 91 78. Звоните и заказывайте. Не знаешь, что подарить? Подарок нужен через полчаса в офис 57. Любые фото-сувениры за 30 минут и даже быстрее. Кружка 250 рублей. Футболка 500 рублей. Подушка 550 рублей. И другие подарки быстро, качественно, оригинально. Приходи. Орел Шумяна 37, первый этаж. Звони 7609 08. Славянская мебель. Крупнейший производитель и поставщик офисной мебели в регионе. Славянская мебель. Это залог высокого качества по доступным ценам. Наш адрес. Улица Максима Горького, 41. Славянская мебель. Ваш имидж. Ваша мебель. Памятник в день обращения. danilomaster.ru Телеканал Первый областной объявляет набор на замещение вакантной должности менеджера по рекламе. Телефон 44-4020. Они жертвуют своим сном. Они встают раньше, чем солнце. Плетутся по пустынным улицам родного города. Чтобы каждое утро разбудить вас. Валентин Тюрин и Станислав Иванов. Ничего не шара. Просто с добрым утром. С понедельника по пятницу с 8 до 10. На экспресс-радио. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА